Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях военный комиссар городов Одинцова, Звенигород, Краснознаминск и Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Вячеслав Борисович! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Весенний призыв в этом году стартовал, как обычно, но в регламент его проведения были внесены определенные изменения. Расскажите, какие? Совершенно верно. С 1 апреля начался весенний призыв вооруженной силы, соответственно, с указом президента Российской Федерации. Но в условиях распространения инфекции, в условиях эпидемии, пандемии, как мы называемые сегодня, распространения коронавирусной инфекции, естественно, были приняты особые меры, беспрецедентные, надо сказать, по проведению призыва в этом году. До мая месяца мы работали дистанционно с призывниками, с родителями, изучали по документам, беседовали удаленно, по телефону, по сетям, уточняли учетные документы, отправлялись в состояние здоровья призывника, в состояние здоровья членов семьи и готовились к тому дню, когда призывники придут в военный комиссариат, на похоронение медицинской комиссии, на заседание призывной комиссии. С этой целью был создан запас средств защиты, медицинские маски, бахилы, костюмы, дезинфицирующие средства, покровов кожи, термометры дистанционные. Также подготовили специальное оборудование для обработки воздуха, бактерицидные рециркуляторы ультрафиолетовые, которые позволяют обрабатывать на больших площадях воздух. То есть такие устройства, которые ставятся в реанимационные палаты, в операционные палаты, ну то есть для того, чтобы максимально обезопасить молодых ребят, которые пребывают на заседание призывной комиссии. И 12 мая мы прекратили дистанционную работу и начали работать напрямую с гражданами, пребывающими военный комиссариат. Мы разделили военный комиссариат в здании потоки, по которым по одним перемещаются по военному комиссариату только призывники, по другому потоку сотрудники и посетители, которые пребывают в военный комиссариат по другим вопросам. Безусловно, и перед прибытием, и в ходе работы в рабочее время производится дезинфекция помещений, дверных ручек, лестничных пролетов, перил и так далее, и так далее. То есть мы старались создать все условия, чтобы обезопасить призывников. Даниил Киян Даниил Киян – студент первого курса РАНХИКС. Решение взять академию отпуск и пойти в армию было сознательным. На призывной пункт явился в отличном настроении. Измерение температуры – дезинфектор для рук, защитная маска. Правилам юноша следует исправно. Для меня эта цель – служить, потому что я считаю, что в нашей стране служить верюется в любом случае, и лучше сделать это сразу. Врачам еще предстоит сделать заключение о состоянии здоровья будущего защитника Отечества, а пока он вместе со всеми призывниками проходит медкомиссию. Все по регламенту, но есть изменения. Создали все условия, чтобы призыв проходил в условиях максимальной безопасности для молодых ребят, которые призываются в армию. У нас дезинфицируются все помещения, создан запас защитных масок медицинских, бахил, перчаток, есть даже костюмы Каспер защитные, очки защитные для работы врачам. Воздух постоянно обеззараживается ультрафиолетовым бактерицидным рециркулятором. После прибытия новобранцев расположение воинских частей, они обязательно будут помещены на двухнедельный карантин, чтобы избежать заражения уже несущих службу ребят. Наша самая главная цель – это не допустить заражения военнослужащих, которые сейчас сегодня служат, и чтобы к ним прибыл призывник, который заражен коронавирусной инфекцией. И, естественно, забота и не допущение заражения молодых ребят, которые сегодня готовы идти на службу в армию. А таких немало. Валентин Жучков окончил колледж МГИМО, поступил в университет, и теперь, прежде чем начать обучение, должен пройти службу в армии. Призывник одним из первых пришел в военкомат. Я иду в армию для того, чтобы глубже понять себя, чего я хочу в этой жизни, и, выйдя с армии, уже решить, чем я буду заниматься дальше. В рамках весенней кампании в армию будет призвано около 300 человек. Практически все ребята будут проходить срочную службу в частях и соединениях Западного военного округа. Сегодня по прошествию уже полутора месяцев работы напрямую с призывниками. Осталось у нас всего лишь полмесяца призыва. 15 июля мы завершаем призыв. Мы можем подвести некоторые итоги и сказать о том, что с основной задачей сохранения здоровья и жизни призывников, сотрудников военного комиссариата, и не допущение того, что инфицированный молодой человек попадет в вооруженные силы и заразит тех ребят, которые там уже служат, мы эту задачу выполнили на сегодняшний день. Насколько ребят, которые приходили в военный комиссариат, с пониманием относились ко всем мерам принятым и беспрекословно выполняли все рекомендации? Ну, безусловно, в большинстве своем и ребята-призывники, и их родители, и посетители с пониманием относились и относятся к этой ситуации, к особой, скажем так, ситуации. И, ну, молодость, она по-своему бесшабашна. Вот, и поэтому я не могу сказать, что где-то ребята не нарушали социальную дистанцию, где-то не смотрели друг у друга там на входе, пока ожидали входа в военный комиссариат, там, в гаджете, кто кому что прислал, там, и так далее, и так далее. Поэтому специально назначенные для этого сотрудники военного комиссариата, они постоянно контролировали процесс, останавливали молодых людей, которые слишком активно начинали нарушать социальную дистанцию и те требования санитарные, которые необходимо было соблюдать в этих условиях. Вячеслав Борисович, чуть меньше двух недель остается до окончания весеннего призыва. Вы уже сказали о том, что сегодня можно подвести некоторые итоги. Все-таки сколько в этом году ребят отправятся служить от Одинцовского округа? Ну, мы стабильно в течение года отправляем за год два призыва весенний и осенний. Мы отправляем порядка 600 молодых людей для службы вооруженной силы. И сейчас, естественно, весной мы отправим порядка 300. Задания мы справляемся, выполняем задания. И у меня нет никаких сомнений, что мы отправим то количество призывников, которое определено нам генеральным штабом, военного комиссара Московской области. Мы его выполним. И наши ребята, как всегда, будут служить хорошо, без рекламации. Вернуться здоровыми, возмужавшими, сильными, умными, мудрыми. Что в дальнейшем, безусловно, им поможет и в жизни, и построить свою жизнь счастливо и успешно. Вячеслав Борисович, Вы уже сказали о том, что самое главное – это здоровье, здоровье призывников. Все-таки в целом, если говорить по итогам этого призыва, довольны ли Вы состоянием здоровья? Здоровые приходят ли призывники? Смогут ли они нести службу в вооруженных силах? Безусловно, те, кто отправляется в армию служить, безусловно, они служить могут. Потому что мы не позволим себе отправить молодого человека в армию, который по состоянию здоровья не может служить в вооруженных силах. Поэтому, естественно, они будут служить только здоровью. И они могут исполнять те задачи, которые перед ними там ставятся. Кстати, кроме работы медицинской комиссии, призывной комиссии нашего военного комиссариата, следующий еще этап – это призывная комиссия Московской области. И там тоже, на этом этапе, тоже проверяют состояние здоровья. Это когда они уже будут отправлены дальше? Когда они прибывают на областной сборный пункт в городе Зеленодорожное. Я, кстати, хочу добавить, там тоже беспрецедентные меры предосторожности приняты с целью обезопасить, опять же, призывников и военнослужащих, которые служат вооруженных силах. Там разделены помещения и территория областного сборного пункта на две зоны – чистую и грязную зону. Значит, ребята, прибывающие туда с муниципального образования, обязательно проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. И только после получения результатов они попадают уже в чистую зону. В случае обнаружения инфицированных, но такого, к счастью, не было. И я, дай бог, надеюсь на то, что и не будет. Те молодым человекам, у кого обнаружены коронавирусные инфекции в результате теста, ими занимаются уже представители потребного отзора, медицины. А те ребята, которые прибыли вместе с ним в команде из муниципального образования, контактировали с ним, они убывают обратно в муниципальное образование. И только после двухнедельного карантина, значит, повторно они вызываются для повторного тестирования. И, кроме того, молодые люди, прибывающие вооруженные силы, тоже прибыв, они изолируются на двухнедельный карантин тоже. Только после этого уже начинают общаться с другими военнослужащими. И мы, учитывая то, что мы начали работу в медицинской комиссии призывную только 12 мая, в связи с этим мы произвели изучение документов до 12 мая и постарались вызвать на расседание призывной комиссии в основном тех молодых людей, которые, исходя из нашего изучения... Ну, кто уже, в общем, есть процент вероятности, что он отправится служить. Да, с наибольшим процентом вероятности, что он гонит к службе, не имеет права на отсрочку, и он пойдет служить вооруженной силой. И, учитывая то, что наши лечебные учреждения были заняты другой героической работой, и, как понимаете, да, я говорю, и о лечении больных, и предотвращении распространения инфекции тоже, естественно, мы не могли позволить себе, и медицинские учреждения не могли позволить себе принять этих молодых людей, которых мы бы отправили на медицинское дообследование и принятие решения об освобождении в армию по причине негодности по состоянию здоровья для этого. Поэтому на сегодня взгляд будет достаточно субъективный, если я буду говорить о том, что состояние здоровья ухудшилось у призывников или улучшилось у призывников. Да, на сегодня у нас минимальный процент тех граждан, которые, может быть, вот уже в процессе буквально месяца-двух почувствовали какое-то недомогание, и об этом заявили на призывной комиссии. Вот. Но так или иначе, я об этом и не раз говорил, встречаясь с вами, Мария, о том, что здоровый образ жизни, он все равно превалирует над раскрябанностью и, скажем, нанесением ущерба своему организму, да, чем-то недозволенным, непозволительным. Все равно в тренде, как говорят у нас, спорт, активная жизненная позиция, фитнес-залы, ходьба, бег и так далее, и так далее. А служба в вооруженных силах Российской Федерации тоже в тренде? Служба в российских вооруженных силах для большинства наших молодых людей и вообще для граждан защита отечества в тренде. И сегодня, по-моему, это вообще особо актуально звучит, после того, как мы готовились к празднованию 75-летия Великой Победы, да, тех мероприятий, которые проводились и в нашем муниципальном образовании, в области, в стране в целом. Насколько это все тепло, трогательно, с такой памятью настоящей и радостной, и скорбной, в то же время, когда мы говорим о победе, забота о ветеранах. И мы понимаем, что защита отечества – это важно, и как важно ценить защитников отечества. И, может быть, уважение к тем людям, которые отдали свое здоровье, жизнь, защите свое отечество. Этот пример, наверное, показывает пример молодежи. Ну, примером является для молодежи, в условии родины. Поэтому абсолютное большинство готовности будет служить в армии. Более того, у меня буквально сегодня был молодой человек, призывник, который, отучившись в юридическом колледже, закончившись в обучении, завершившись в обучении, поступил в институт, год отучился и взял академический отпуск. И вот он, буквально, последние отправки, у меня их осталось всего лишь три, завтра, 7 и 13 числа, в одной из этих отправок он пойдет служить вооруженной силой. А вернувшись, он будет продолжать обучение. Поэтому есть даже такие факты, которые говорят о многом. Какие преимущества дает прохождение службы в рядах вооруженных сил? Всегда говорили о том, что армия является школой мужества, патриотизма, мудрости. И является школой жизни, в общем так называют, школой жизни. Поэтому нет сомнений в том, я уже ранее чуть-чуть сказал о том, что, безусловно, ребята вернутся после службы в армии более сильными, закаленными, мудрыми, психологически сильными, что поможет им в дальнейшей жизни. Безусловно, армия делает человека в психологическом, моральном плане совсем другим. Происходит изменение личности, рост личности, в чем-то поменяется мировоззрение, на что смотрел ты, может быть, с точки зрения своей молодости и какой-то индивидуальности. Здесь, когда в едином коллективе, в воинском коллективе, совместное решение задач, оно меняет человека, безусловно. Безусловно, оставаясь и думая о своем благополучии, о своих личных успехах, безусловно, ты не можешь, находясь в коллективе, не думать о корпоративных задачах, об общих задачах, ты не можешь подвести коллектив и так далее. Это потом в будущем очень серьезно помогает в работе, в жизни вообще, в умении наладить контакты, умении жить в коллективе, умении работать в коллективе. И, как правило, это приносит успех. Человек, который думает об интересах коллектива, не только о своих, а об общественных интересах, он в целом потом думает об интересах государства и становится, ну, скажем так, достойным гражданином своего отечества. Это, в принципе, мне кажется, огромную пользу. Плюс ко всему, при подготовке граждан к военной службе определенное количество людей, это молодых людей, это порядка 60-100 человек ежегодно. Мы отправляем для обучения по военной учетной специальности, мы готовим водителей в школе ДСАФ. И вот сейчас мы завершаем, как раз, обучение. Поэтому, кто вот сегодня смотрит, я приглашаю призывников, ребят, которые готовы служить в армии, прийти в военный комиссариат, написать заявление на поступление для обучения в автошколе, получат водительское удостоверение категории С. Причем, я всем говорю, что это бесплатно за счет средств государства, за счет средств Министерства обороны. Вы будете обучены, получите воинскую учетную специальность, по которой будут служить ребята в армии. Естественно, кому-то это пригодится потом и в гражданской жизни. Это, как правило, многие ребята потом используют те навыки, знания, которые получат в автошколе во время службы. А с какого возраста можно? Значит, мы знаем, что водительское удостоверение получается не ранее, чем исполнено с 18 лет. Вот, учитывая то, что обучается порядка 2,5-3 месяцев, можно перед достижением 18-летия и призывы в вооруженные силы, кому исполнилось 18-19 лет, но кто уже не имеет права на отсрочку и готовится к службе, таких ребят мы обучаем и сразу отправляем служить в вооруженные силы. Соответственно, у них уже есть преимущество? У них есть, безусловно, преимущество, у них есть военно-учетная специальность. И я должен сказать, что водители в вооруженных силах достаточно уважаемые воинские специальности. Очень хорошее, я скажу, место. Поэтому я приглашаю, да, ребята, приходите в военно-комиссариат, и по вашему желанию пойдете учиться на воинскую учетную специальность. Вячеслав Борисович, куда и в какие войска отправятся служить наши ребята? Уже это известно? Да, безусловно, известно, тем более, что мы уже отправили достаточно большое количество призывников вооруженной силы. Как всегда, они служат во всех видах, родах войск. Преимущественно проходят службы молодые люди в сухопутных войсках, но они у нас и самые многочисленные. В ракетных войсках стратегического назначения, в воздушно-космических силах. Очень много ребят стремится служить в частях постоянной готовности и в тех войсках, как, допустим, воздушно-десантные войска. В военно-морском флоте выбирают или стремятся попасть в морскую пехоту, в части специального назначения. И даже порой ребятам, у которых состояние здоровья не позволяет идти с новой части, они бьются, я должен сказать, что конкурс попасть в такие части служить. И служат во всех, еще раз повторюсь, в видах родах войск. Если говорить территориально, о месте прохождения службы, то порядка 85-90% призывников остаются служить в пределах западного округа, федерального округа, и немного северо-западного и центрального захвата Минецкой областей. Но это совсем недалеко, вокруг Московской области расположены эти области. И многие ребята остаются служить и в Московской области, и в Москве есть кто служит. Я должен сказать, что мы обязательно учитываем социальные обстоятельства, семейные обстоятельства молодого человека, потому что есть многодетные дети, есть не очень хорошее состояние здоровья у родителей. Бывает все. Женатые, кто тоже имеет ребенка. Поэтому, безусловно, мы стараемся таких ребят оставить в Москве или в Московской области. Мы всегда в этом вопросе идем навстречу, и ни одному молодому человеку не отказали. Вячеслав Борисович, как в этом году будет проходить отбор ребят военноучебных заведений Министерства обороны? Есть ли в этом вопросе тоже изменения? Здесь тоже есть особенности. Я должен сказать, что отбор уже проходит с начала года, и мы сейчас уже в завершающей стадии. Фактически в недельный срок мы завершим отбор. Я так предполагаю и уверен в этом принципе. В этом году мы отобрали больше 90 человек, более 90 человек для обучения в военных училищах и академиях. Естественно, коронавирус и здесь внес свои коррективы. Поэтому в этом году ребята, которые поступают в военные училища и академии, они для поступления, прохождения и проведения с ними профессионально-психологического отбора, задачи физической подготовки, они не поедут в свои военноучебные заведения. А все эти мероприятия будут проводиться на базе военного комиссариата Московской области, областного сборного пункта. Поэтому, кто меня слышит, родители и ребята-кандидаты для поступления, я вам сразу это анонсирую. Но каждому из вас позвонят и сообщат, какие сроки, когда вы должны будете прибыть для прохождения этого отбора. Будут проводиться специалистами профотбора военных комиссариатов и физическую подготовку, ну и специалистами Академии Петра Великого, Академии РВСН. После этого ребята будут убывать на территорию Академии Петра Великого, и там с ними будут проводиться испытания по физической подготовке, которые будут проводить офицеры кафедры физподготовки Академии Ракетных войск. Вот такие вот новшества. Результаты, плюс результаты единого государственного экзамена, эти испытания будут не ранее, чем мы будем знать результаты ЕГЭ. Эти результаты будут пакетироваться и отправляться в учебное заведение, где будет приниматься окончательное решение о приеме или отказе молодому человеку. Я надеюсь на то, что большинство ребят наших получат вызов для прибытия в военно-учебное заведение. Но министрам обороны поставлена задача, что учебный год начать в военно-учебных заведениях 1 сентября. Поэтому я надеюсь, что в эти сжатые сроки организованно все это пройдет, и ребята вовремя приступят к обучению. Что касается контрактной службы? Мы с вами не раз об этом говорили, о том, что военнослужащие по контракту занимают достаточно большую роль, место в службе вооруженных силах вообще. и также пользуются нам, безусловно, популярностью. Более того, в законодательство внесены изменения о том, что молодой человек, который получил среднее специальное образование либо высшее образование до того, как он прибыл на призывную комиссию, он имеет право выбрать альтернативу. Либо пойти служить на один год в срочную службу по призыву, либо пойти на службу по контракту на два года. Эти заявления мы принимаем до 1 апреля, до принятия, до работы призывной комиссии. Но в основном большинство молодых людей все равно идут служить по призыву, но есть такие, которые и идут служить на два года по контракту. Порядка 10 человек, вот ребят, которые выбрали именно такой путь, служба вооруженных сил. Что дает служба? По контракту? Да. Но в основном большинство молодых людей, которые идут служить по контракту, выбирают службу по контракту, да, они, как правило, потом продлевают контракт и остаются служить вооруженных сил. Многие из них служа поступают даже в военные училищи. Это не случайные люди, безусловно. Я хотел сказать о том, да, это люди не случайные, которые решили выбрать военную стезю, путь службы вооруженных сил, как правило, в основном. В Московской области у нас работают два пункта отбора по контракту, которые непосредственно подчиняются штабу Западного военного округа. На нашей территории, на нашем направлении такой пункт отбора по контракту работает в Кубинке, в парке Патриот. Мы производим отбор, подбор кандидатов, скажем так. И дальше уже с ними работает пункт отбора по контракту, где проводятся тоже испытания всевозможные, готовятся документы. И потом принимается решение о призыве на службу по контракту, о чем издается приказ министра обороны. Но службы, безусловно, популярны. Мы имеем точно так же задания. Мы в течение года, как правило, отправляем порядка 100 человек на службу по контракту. И это происходит не только в период, когда идет призыв вооруженной силы, но и в течение года. Вячеслав Борисович, спасибо вам за интервью. Вам спасибо за приглашение. Осталось завершить призыв, осталось меньше двух недель. Я повторюсь, и самое главное, как вы уже сказали, это сохранение здоровья будущих призывников. Да, это наша главная задача. Это задача любого командира жизни и здоровья людей, которые доверили ему свою судьбу. Поэтому мы стараемся эту задачу выполнить. Не просто стараемся, я уверен в том, что мы задачу эту выполним. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова